Активнее отстаивать свои потребительские права сегодня призвали жители республики, участники круглого стола «Потребительское правосудие» сегодня. Инициатором его стал Чувашское управление Роспотребназора. Пока в большинстве своем люди плохо знают о своих правах и все еще неохотно отстаивают их в судах. Эксперты круглого стола попытались своим собранием привлечь внимание к проблеме защиты прав потребителей и подстегнуть людей на более активную гражданскую позицию. В то же время признали, что в последние годы ситуация изменилась. По линии Чувашского Роспотребнадзора число заявлений немного выросло. Условия для потребителей созданы неплохие. Никакой госпошлины, исковые заявления возможно подавать по месту жительства. Есть множество общественных организаций, куда можно прийти со своей проблемой. Словом, возможности создано было бы желание. А пока от обратившихся большинство исков касаются ЖКХ. 50% случаев исков это были в защиту прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг. Но ведь сегодня тема это наиболее актуальная. И потребители тоже обращаются к нам с просьбами, с жалобами. И мы выступаем в судах и по заключениям, с заключениями и со своими исками. Вот больше всего в сфере жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, сферы торговли. Очень часто много стало обращений по приборам, ну сложным приборам бытового там, например, назначения. Или же иногда и обычные непродовольственные товары, например, там некачественные обувь даже может быть. Индикатор положения дел в ЖКУ – статистика госжилы инспекции. В 2007 году было всего 1700 обращений. В 2012 уже свыше 4000. Ну а в этом с начала года просто шквал жалоб. Эта лавина буквально завалила инспекторов. Недовольство потребителей вызвал порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги по новым правилам. Госжилы инспекции пеняет на несовершенство законов. Вот в текущем году, утвердая в Чувасской республике и в Российской федерации, в том числе, во всей Российской федерации, двухкомпонентные тарифы на горячую воду, никаким образом не были прописаны в правилах представления коммунальных услуг собственникам и пользователям коммунальными услугами, значит, вот эти вот условия, каким образом вообще начислять, применяя двухкомпонентный тариф. Также и, значит, не были предусмотрены, как определить норматив тепловой энергии, которая требуется для того, чтобы подогреть эту воду до нормативного уровня. Нарушают все участники процесса и управляющие компании, собственники или арендаторы жилья. Одни не удовлетворены качеством услуг УК, сокрытием информации, другие нарушением процедуры голосования собственниками. Работы не початый край. Госжилинспекция проводит проверки, в том числе совместно с прокуратурой, пишет предписания. Усилить защиту прав потребителя сегодня решили за счет сотрудничества еще и с Роспотребнадзором. Договорились о том, что информация от жилинспекции будет передаваться Роспотребнадзору, у которого есть полномочия выступать в судах с исками от потребителей. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова